Итак, сейчас мы поговорим с тобой про изоморфизмы, про объекции, про отображение, но поговорим на более глубоком уровне. Итак, у нас, например, есть множество N, N, P, какие-то множества, да? Покажи мне отображение из N в M. Это получается, по-моему, вот так мы делали, двоеточие, из N в M. Да, в M. Хорошо, засчитано. Теперь мы пишем отображение из P в N. Из P в M. В N, в N. Так, хорошо, а теперь мне покажи композицию двух отображений. Сейчас мы тоже так, по-моему, писали F, двоеточие, да? В N, да, из P в N. Да. Из P. В N. И из N в M. Не, 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 сразу же отображение, там же у нас будет композиция отображения, сразу же два. Ты пиши FG. А, да, все. Сразу же из P в M. Подожди, вот так, что ли? Да. Сейчас из P в... Ой, сейчас. В M. А, да, в M. Да. Теперь, далее. Сейчас, я это смотрю. Ага. Ага. В Композиции. Теперь следующий момент. То есть, давай мы с тобой... Какой вообще формула это все определяется? Давай мы с тобой запишем, может, в виде другой формулы. Так. Напишем FG, в другой скобочке. Туда положим какой-нибудь элемент A. FG, в другой скобочке. Внизу чуть рисуй. Пиши. Все, по-моему. Так. Секунду пришла. Так. Пиши, пиши. Пиши. FG, давай. FG, вот так, равно A? Вот так, что ли? Давайте помогу. Как это фигня? FG, мы напишем еще здесь обязательно. Мы сейчас здесь сотрем. И напишем вот так вот, смотри. Руслан, я то сделала или нет? Смотри, сделала так вот. FG, и здесь напишем то, что у нас эта штука еще принимает A. В математике мы вот так напишем, смотри. Мы вот так в математике напишем, вот. Это вот так мы, это такая запись у нас в математике. То есть у нас функция FG, и потом в A. Справа налево идет последовательность. Сначала у нас, сейчас покажу, как это все раскрывается. Это равно, это равно, это равно F, функция. Принимать сначала GA, то есть мы пишем, скобочка открывается, G, это все принимает A. Вот так вот. Вот эта запись эквивалентна для любого A, для любого A, принадлежащего кому? Множеству P. Вот. То есть вот эта запись, вот эта запись, то, что слева... Я ничего не вижу. Я же написал. Как это не видишь? Вообще не вижу. Это я перезагружу страничку. Погодите. Так, это композиция. Двух функций. Далее. То есть последовательный результат у нас выполняет сначала отображение G, потом F. Это важно, последовательно важно. Принадлежит P, да? A принадлежит P. Да, для любого A, принадлежащего P. Начало. Для любого. Для любого A, принадлежащего P. Любого А, принадлежащего P. Еще раз. Элементы множить, какие могут быть, если у нас выполняется на множестве операций. Сложение и умножение. Какие у нас могут быть элементы множства? Что множить бы там цифры, что может быть еще? Что-то может быть число, что-то может быть еще. Ну да. А что еще? Могут быть число, ну цифры, ну не гидра, а числа, я так полагаю, даже цифры, наверное, нет, потому что у нас будут операции, для них должны быть делаться операции каким-то, вектора могут быть. Да, может быть, это так хорошо. Верно. Вектора. Какие у нас группы, полугруппы, которые мы с тобой учили кольцо, по-моему, да? Да, какие операции, вот у нас дети операции в сложении и умножении. Вот что за группа или полугруппа, что вот к этому подходит? Где есть две операции? Группа подходит, полугруппа тоже подходит, там только наличие какого-то нейтрального что-то элемента. Что-то такое, да, было, что-то было, смотри. Что-то было, да. Понятно, нужно алгебическую татуру прекрасно понимать. Далее. Давай мы с тобой поймем, что у нас, допустим, следующее отображение. У нас есть, допустим, какая-то незначительная функция. И вообще надо поговорить с тобой про изоморфизм. Я думаю, пора с тобой про это проговорить. У нас есть какое-то множество m с операцией, просто с операцией, да? А n у нас множество операций, допустим, с операцией умножения. То есть алгебическая структура. Сейчас давай мы с тобой напишем так. У нас будет множество m. Пиши, ты не писать можешь? Я одна я пишу, смотри. У нас есть множество m. И мы задали там какую-то, такую операцию бинарную, например. И у нас есть множество m. У нас есть множество n с операцией умножения, например. вот мы задали там тоже операцию умножения звёздочку рисую видно так вот этот кружок и ты задал операцию да да это бинарная операция кружочек но ты и не уточнил какая-то операция а вот для множества это уточнил что это будет умножение мы напишем что вот это что мы скажем то что аллюберическая структура вот этот и вот этот называется изоморфными то что это называется изо морами лагед texts и структуры называется замор на длине и существует подъективное отображение сейчас структуры называются изоморфами если существует у нас такое отображение следующее из все написал смотри видно смотри внимание что там у вас происходит я пишу если выражение из mpn объективное отображение что за отображение объективное значит о каждом элементу про образа существует один элемент образа такое что мы напишем что fb мы напишем что так то есть я уже напишу как попробую написать пишу то есть и стрелочку наверх потому что не хватило места равно чему а а и b это получается элементом множества какого-то да 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 совершенно верно так смотри я пишу f от а и f от b f от а умножается на f от b сейчас даже места не хватило я перенесу следующий слайд так если у нас существует объективное отображение пишу f а б а то есть а мы должны f от а умножить на f от b это так можно писать правильно правильно я фото умножается на f от b совершенно верно все вот мы каждому элементу множество применяем вот это вот отображение да левая часть равна правой части а я тоже так и так мы говорим где любых а б принадлежащего множество м у нас выполняется следующее то есть у нас пишут мы запишем следующим образом то есть смотри м м группа вот это то что наши вот алгебрячевая структура и мы напишем так вот такой значочек у нас появится волны вот это изоморфное и вот само отображение у нас будет называться изоморфное структуру то есть пишу что отображение отображение это изоморфизм структуру это последнюю запись после запятой до да не отпишу что изображение отображение f это изоморфизм структур изоморфизм изо из структур хорошо так далее следующий момент итак давай с тобой поговорим вот эти двух структур то есть м еще вот это вот палочка с волной это называется это и показывает изоморфизм и гана и что да это есть изоморфизм структура вот эти палочка с волной у этого этих двух структур так или connection какой-то идет у нас есть две структуры вот это мы называем это просто 2 алгебрячих структуры повтори это просто 2 алгебрячих структуры на которых мы сделали операции которые содержатся до 1 1 до ответа на комбийской структур где м с какой-то операции бинарная операция и с умножением если я хочу допустим отображение хорошо смотри следующий момент у нас есть такое отображение из а в 2 в степени а такое нас есть отображение что мы скажем здесь мы скажем то что она является изоморфизмом множество всех вещественных чисел с операцией сложения и множество положительных чисел с операцией умножения мы скажем то что это изоморфизм множество сейчас пишу что изоморфизм является изоморфизм множество всех вещественных чисел с операцией сложения и множество положительных чисел операции умножения Сейчас мы с тобой это докажем, что это является зимнофизмом. Так, все, я сейчас спешу сюда вот. Так, надо разлинуть. Вот, посмотри, видно. Сейчас мы это докажем. Вот, он напишет, что 2а плюс b равно 2а и 2b. 2а, 2а. И умножаем на 2b. Это какое-то отображение, это изоморфизм множество. Так, 2b. Так, еще раз давай повторим, что такое изоморфизм. Дай мы с тобой еще раз повторим, что такое изоморфизм структура. И какие вообще структуры называются изоморфными. Какие структуры называются изоморфными? То есть, это изоморфными, то есть, называются алгебраические структуры, у которых есть бинарная операция. Биективное отображение. Биективное. Да, это важно. А, в которых существует такое, в которых существует такое объективное отображение. Из m в n. Из m в n. Что? Что f от a b равно f от a умножить на f от b. Что f от a b равно f от a умножить на f от b. f от a умножить на f от b. Да, мы здесь описали. f от a умножить на f от b. Есть тут объективное отображение. Да, да, да. m в n. Такое, что f a, a b, а f потому что f b. Хорошо. Далее. Третий слайд. Так, давай мы с тобой сейчас проговорим. Можно спросить. У нас было отображение 2а, а потом у нас появилось 2 в степени a плюс b равно 2. Ну, короче, откуда-то b появилось там вот это все. Вот это можно. Я пойду, что это последнее, ты понимаешь? Итак, смотри. У нас отображение a получается в 2а. a отображение 2а в а. То есть действует какая-то у нас функция. Действует какое-то отображение на 2 множество. И это является изоморфизмом множества всех вещественных чисел с операцией сложения. Мы говорим, что это является изоморфизмом множества всех вещественных чисел с операцией сложения и множества положительных чисел с операцией умножения. Вот это будет являться изоморфизмом. То есть ты хочешь сказать, что условно говоря, мы пришли к равенству. Изоморфизм типа как равенство. здесь с одной стороны операция сложения должна быть, а с другой стороны операция умножения. Да. И мы говорим, что это равенство, левая часть равна правой части, то есть чисел с операцией сложения и ложительный чисел с операцией умножения. Всё. Это изоморфизм. То есть у нас есть 2 в степени a плюс b и есть 2a умножить на 2b. Это изоморфизм множества всех вещественных. То есть это работа со степенями, да? Это изоморфизм. Да. Мы говорим, что изоморфизм структур. То есть он у нас определяется следующим образом. То есть наши алгебрические структуры называются изоморфными, если существует объективное отображение из mvn, где у нас есть, в первом случае у нас есть бинарная операция, и в втором случае f от a умножить на f от b. Как раз то, что мы с тобой подтвердили это. То есть для любых a, b у нас f называется изоморфными структурами. Хорошо. Далее. Если мы сейчас скажем, то давай. Итак, можно, допустим, такое пример привести. У нас там будет какой-нибудь t от a и какая-нибудь бинарная операция. Можем множество векторов использовать на плоскости. Так, в качестве примера. Так, у нас будет и какое-то множество векторов плоскости. Ты знаешь, что такое параллельный перенос? Ну, просто обычный параллельный перенос, да, векторов? Это для векторов? Это когда мы, ну да, да. Хорошо. Для суммы, например, делаем, да, векторов? Да. Хорошо. Проект делается, правильно? Это имеется в виду, да? Да, да, да. Чик, чик, все, смотри. И мы скажем, что у нас, допустим, есть t от a, допустим, сейчас, t от a, какая-то бинарная операция, t от b, t от b. Это все равно чему. А t это получается множество, да, какое-то? Да, это, мы говорим, что у нас есть v множество, а t это у нас будет множество параллельных переносов. То есть для любого вектора мы обозначим через t от a параллельный перенос на вектор а. То есть у нас будет для любого вектора а мы обозначим, что будет t от a параллельный перенос на вектор а. Если у нас будет А равно нулю, то ТА это тоже будет тожественное преобразование То есть мы скажем следующее, что ТА плюс Б Вот так вот У нас будет параллельный перенос И мы скажем, что у нас где... Вот вообще это композиция Вот эта штука, мы скажем, что у нас вот эта вот, видишь, кружочек Кружочек это будет у нас композиция Напишу, что это композиция Так, композиция параллельных переносов, например Так, давай сейчас еще кое-что покажу Так, у нас будет отображение Вообще операция у нас вот эта вот называется коммутативной Если у нас вот эта вот композиция, вот эта операция, она является коммутативной Только если когда у нас А, Б равно Б, А Сейчас, А, Б А, А, Круглюшочек, Б Время пишет А, Б равно Б, А У нас операция коммутативная Это понятно Так, далее Для любых у нас А, Б, принадлежащим М Есть у нас структура М изоморфна В структуре операция во множестве М коммутативная Операция умножения тоже будет коммутативной То есть у нас и так операция коммутативная, и та операция коммутативная будет Хорошо Так, давай сейчас следующий слайд И давай проверимся Это вот этот четвертый актус Это четвертый актус Так как-то плохо у меня пошло Не переживай, сейчас мы стою поработаем Сейчас наберем группу, стою поработаем Не переживай Итак Ну, давай Сейчас шесть Здесь главное нам просто Мне дать тебе математическую культуру И теорию группы, стою закрою Смотри Обилие группы Вот у нас есть сложение вещественных чисел Обладает какими значениями Знаешь, на кого я похожа? Ладно Давай, говори На математик Сейчас, обилие группы Нет Я похожа на человека, который пытается сказать что Он как-то разбирается Сейчас, мы сейчас нашлись в порядке Не переживай, теорию группы И алгебристурные Они тебе очень сильно не пригодятся в жизни Хорошо Смотри Давай начнем с следующего момента У нас есть обилие группы У нас сложение вещественных чисел А чего это научим? Это надо для твоей математической культуры Потому что из этого все вытекает Из этого на этом все Типа держится Ленин и алки Хорошо Смотри У нас есть сложение вещественных чисел Обладает следующими свойствами Какими? Коммутативность получается Да Первая коммутативность Далее Ассоциативность, да? Далее Дистрибутивность Нет? Да Нет Сложение вещественных чисел Что там? Сложение вещественных чисел Наверное умножение Какое-нибудь сложение С нулем Походим быть Да Сложение Нейтральный элемент Нейтральный элемент Нейтральный элемент Да Что еще? Четвертое Сложение Все, да, я заплатил И обратный элемент И обратный элемент Итак, коммутативность Ассоциативность То есть мы можем складывать Ассоциативность Можно тоже складывать Чуть-чуть поменяется Да, переменно слагаемых Правильно? Далее мы с тобой Можно складывать За скобочками И в скобочках Одно и то же получится Независимо от того В каком порядке У него складывается За скобочками И в скобочках И нейтральный элемент И обратный элемент Это у нас Аберевод То есть Из этих свойств Чистопическим путем Мы с тобой Мы с тобой Можем получить То есть Можно с тобой Наличь и операции Читаем К сложению И так далее То есть Это означает Что для любых У нас Аб Уравнение следующее Допустим Какой-то элемент Х Скажи, пожалуйста Скажи, пожалуйста Аберевы группы Да Мы сейчас говорим О операции сложения Операции сложения Другие будут Или Аберевы группы Они только для Операции сложения Да Аберевы группы У нас выполняется Сложение всех чисел Со следующими свойствами Со следующими Аксиомами Да Хорошо Далее И мы скажем То, что у нас Означает Любые Это похоже На работу С уровнями Да Х плюс А Равно Б То есть Мы какому-то элементу А приблим Х Получаем Б Это понятно То есть Чтобы нам Получилось Каблимать Б Мы должны К приблить Какое-то значение Хорошо Далее Имеем Решение Решение Следующего вида С плюс А Равно Б С плюс А Равно Б С плюс А Сейчас Равно Б То есть Мы приблимем Элемент С И получаем Б То есть Это значит Что? То С плюс А Плюс минус А Теперь мы распишем Это все Математически С плюс А Сейчас Плюс минус А Плюс аппаратный элемент К Так Сейчас Это равно чему? Это равно То же самое Что Б Плюс минус А Б Плюс минус А Звонит Б Плюс минус А Так Секундочку Сейчас Секундочку Итак, смотри Мы с тобой записали, да? С плюс А Плюс минус А То есть ты сейчас Это сейчас К последнему К последнему С плюс А Равно Б Ты добавил Обратный элемент Минус А Да, мы минус А Добавили обратный элемент И если у нас И соответственно В левую и в правую часть Уравнения Да, в левую и правую часть Уравнения Совершенно верно То есть у нас является С Это у нас решение Данного уравнения То есть у нас получается c равно b минус а, b плюс минус а. Таким образом, мы пользуясь свойствами, двумя свойствами ассоциативности и свойствами обратного элемента, мы получаем следующее. Что мы получаем с тобой из этого? Мы получаем следующее, смотри. Пользуясь свойствами ассоциативности обратного элемента, у нас получается c плюс а плюс минус а. Сейчас покажу. c плюс а. Давай я лучше запишу вот так вот. будет описать или не будет C плюс A плюс минус A равно C C плюс A плюс минус обратный элемент плюс минус A равно C, открываем скобочку, ассоциативность открывается еще одна скобочка A плюс еще одна скобочка открывается обратный элемент к минус A И это все получается равно c плюс 0 То есть c плюс 0 равно c Так, равно c плюс 0 равно c Все, мы это доказали Смотри, что получилось То есть мы c плюс а плюс минус а равно c То есть справа состязанность c плюс а И c плюс 0 получается Все, и равно c Хорошо Таким образом у нас c равно b плюс минус а То есть мы пишем, что таким образом c равно b c равно b плюс минус а Как мы будем писать это? b плюс минус а Минус обратный элемент Все, доказали c равно b плюс минус а Это показывает, что у нас есть Если решение существует, то оно единственное и равно вот этому То есть это показывает, что если у нас есть решение То оно единственное и равно b плюс минус а С другой стороны, мы можем использовать постановку x равно b плюс минус а И то, что мы с тобой до этого как раз и сделали Хорошо Далее Умножение вещественных чисел обладает аналогичным свойствами Какие у нас свойства при умножении? Коммутативность получается Отвергивание вещественных чисел и произведение меняется Ассоциативность тоже есть Там вынесение за скобки, по-моему, да? Правильно, правильно Дальше умножение на нейтральные элементы на единицу Так, четко Так, и обратный элемент Это у нас получается умножение на минус единицу Потом у нас есть нейтральный элемент, да? Нейтральный Да, единица там будет Элемент до единицы Так, хорошо И четвертое свойство у нас это Что у нас там будет? Обратный элемент, да? Да, обратный элемент Иначе говоря, x минус перестепень x минус перестепень Если сделал так, вот даже могу не важно букву а 1 делить на x, да Мы можем сделать так, вот мы можем а умножить на а минус 1 Получим единицу, да Смотри, да Вот я написал То есть мы умножаем а на То есть сам элемент умножаем на свой же элемент в минус перестепень И получаем единицу То есть он 1 при... Это тоже у нас получается а белевая группа, да? Да Но уже для операции умножения Да, да Равно единица При а не равно нулю При а не равно должно быть нулю Как вам не написать не равно нулю? Не могу написать здесь Сейчас напишу по-русски А я как вам... Я знаю, что-то пишу Как в питом, просто срезательный знак равно Ну, можно, кстати, да Можно сейчас Не равно нулю Окей Ну, как бы уже... Да, да Смотри, а не равно нулю Отлично Тебе плюсик ставлю с осмышленность Так Даня Свойсов Свощи То есть у нас есть Вот эти два свойства Мутативность И, например, вот этот обратный элемент Они вот отличаются у нас от свойств Которые у нас при сложении К единистым моментам То есть мы с тобой Предполагаем, что у нас А не равно нулю В то время, как в предыдущем свойстве У нас никаких ограничений на А не было То есть где мы складывали Там вообще не важно А здесь единистый момент Только то, что у нас А не равно нулю Все, остальное все можно, да? То есть Здесь нельзя, чтобы Далее Следующий момент Итак Давай мы с тобой проговорим уже Про Аддитивную Абелью группу У нас есть понятие Вообще Сначала начнем с определения У нас аддитивная Абельева группа Называет Называет множество А С операцией сложения Аддитивное это сложение вообще Повладает следующими свойствами Давай напишем, что Аддитивная Абельева группа Пишу Аддитивная Абельева группа Так Вот такое слово у нас появилось, да? Аддитивная Абельевой группой Называют Аддитивная Абельева группой Называют у нас множество А с операцией сложения Называют Множество А с операцией Сложения Вот, хорошо Далее у нас есть Следующие свойства Какие у нас есть свойства? Витя написал? Да У нас есть свойства Естественно Если у нас группа Аддитивная Абельева группа Что здесь за свойства? Коммутативность Что у нас еще есть? Ассоциативность Недравные медиа Обратные медиа Все вот эти Получаются И это примерно Без ограничения Да, у нас там есть Ассоциативность Далее Ассоциативность Далее у нас там есть Нейтральный элемент Нейтральный элемент Три вообще простейшие Следствия Из этих аксиом Вот у нас есть Четыре аксиома Правильно? Да У меня единственный вопрос Чем простая Абельева группа Для процесса сложения Отличается от Аддитивной Абельевой группы? Это мы сейчас говорим Про уже Про определение Это определение Уже Аддитивной Абельевой группы Мы тогда говорили Про сложение Вещественных чисел Обладает Следующими свойствами Это мы говорили Про сложение Вещественных чисел Мы говорим Просто Да От этого Видимо там Немножко Так записала Как у нас Сложение вещественных чисел Обладает Следующими свойствами Это просто Про сложение Далее Нет Ты написала Абельева группа Это моя общая тема Я хотел раскрыть Да Сейчас А, ну ясно Просто тема Да, да Видишь Непонятно было Да Все, все Итак Давай сейчас Запишу обязательно Что у нас есть Сложение вещественных чисел Была следующими свойствами Записываю сюда Так Все Запишу Так Все написал Так Все Здесь дело пошире Вот Написал Сложение вещественных чисел У нас Обладает Следующими свойствами Комнатативно Соединенных Нейтральных элементов И обратных элементов Это просто Какие-то А там получается Умножение Вещественных чисел Да Да Умножение вещественных чисел А там умножение Далее А здесь мы говорим уже Про аддитивную Обилю группу То есть Называют множество А Соперация Сложения Далее Да Обладает У нас С этими свойствами Следующий момент Вот эти все свойства У нас выполняются И давай докажем с тобой Допустим Какой-нибудь аксиому То есть нам нужно С аксиомой Поработать Например Здесь аксиома Вот то что у нас Ноль единственный То есть нам нужно Вывести с тобой Следствие Из каких-то Ну из аксиомы Например То что ноль У нас единственный У нас будет Два нуля Ноль Ноль один Равно Ноль Давай докажем с тобой Это аксиома Сейчас спешу Так Это мы с тобой Выводим Как вообще Это вот доказывать Все Ищите Это не очень умеется Смотри Мы докажем То что у нас есть Там нейтральные элементы И мы С тобой скажем То что у нас Нейтральный элемент Он у нас единственный Что это значит Значит Что у нас Это я пишу Ноль один Или тут Напишешь Ноль один Плюс Равно Напишу Что Равно Ноль первый Плюс Ноль второй Это равно Ноль второй Ноль второй Этот индекс Мне не поставить Потому что Смотри Видишь Это ноль Цифра один Должна быть внизу Как индекс То есть у нас Есть два элемента Нейтральных Вот И мы скажем То что у нас Они у нас Единственные Итак В итоге Один ноль То есть Тогда у нас И у нас есть Противоположные Это мы тоже Можем доказать То что у нас Он у нас Единственный Как мы с этим Подожди 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 Текундочку Это уже доказательство Вот это то что Мы написали Это называется Следствие из аксиома Просто Мы вводим Следствие из аксиома Выведем Следствие из аксиома Выведем Следствие Следствие из аксиома У нас есть аксиома Мы можем вывести Следствие Аксиома у нас Деявляется Наличие единственного Нейтрального элемента У нас четыре аксиомы. В аддитит край группы у нас четыре аксиомы. Комнутативность, асценативность, нейтральный элемент и противоположный. Вот эти свойства и есть аксиомы. Вот это мы можем сказать. Итак, мы с тобой выводим следствие из аксиом. То, что у нас нулевой элемент 1, равно нулевой элемент… Первый индекс плюс нулевой элемент 2, равно нулевой элемент 2 индекс. Таким образом, у нас нулевой элемент это является единственным, и больше других нет, у нас entrepreneurs. вывести и противоположный элемент то что нас тоже единственно как пустовать сделан ну например у нас есть пусть у нас там обратно элемент один минус обратно и обратно 2 2 элемента против положено тогда мы скажем то что следующий смотрите сейчас в этом выйдет уже брат элемент так записывал кто что нас они тоже единственное это мы просто можем вывести конечно можем его дети на можем то есть минус и обратный элемент с опять первые такс пиши пиши 1 индекс плюс плюс откроем скобочку то есть у нас будет элемент плюс минус обратный второй это скобочка закрывается это равно чему так так еще раз минус а 1 это элемент обратно плюс а минус а второй да и мы скажем то что сейчас мы с тобой совершим это все у нас будет откроется скобочка минус 1 элемент 1 элемент плюс а плюс а плюс минус а второй элемент так и со второй элемент равно чему равно минус а а второй элемент мы пришли к тому же что и было с нулем то же самое вот прям индексом по итогу это все сократилось и мы получили с тобой потому что это происходит потому что мы предполагаем что минус а первый элемент равняется минус а второй элементы а нет нет это или нет или минус а первый момент плюс а как бы сокращаются да у нас есть сокращение за счет того что у нас противоположный метр единственный и мы докажем то что у нас минус а один и минус а два а два является два элемента противоположных а то есть у нас минус а один минус а два два элемента противоположных а они противоположны а тогда мы имеем следующее что у нас минус а один равно минус а первый то есть это обратный метр противоположных а он он ему противоположный, плюс а, плюс... И они сокращают? Да, они сокращают, совершенно вероятно. И это равно чему? Равно что минус а1 плюс а, мы здесь сократили, плюс минус а2. И таким образом мы минус а1 плюс а сократили, получилось минус а2. Да, я поняла. Далее мы скажем то, что у нас есть. Мы можем что-то также третье вывести. Для любых а, b уравнение х плюс а равно b имеет единственное решение, равное следующему. Последний у нас тут увидим аксиому, эту самую аксиому. Сейчас запишу ее чуть повыше. Так, там места не хватило. Даже нет, могу вниз варкнуть. Это какого? 2 на 7000, нет? Есть место. Х плюс а. Это какое мы сейчас аксиому? Это еще доказано. Х плюс а равно b. Это мы говорим, что... Х плюс а. Добавляем к элементу а, x, получаем b. То есть мы с тобой имеем единственное решение, равное b плюс минус а. Еще раз. Добавляем к элементу x. То есть мы добавляем к элементу а какое-то число и получаем b. Например, 2 плюс 2 равно 4. То есть где x у нас это 2, а сам элемент а это 2, и b это 4 получается. То есть таким образом, чтобы нам... Это у нас имеет единственное решение. То есть это решение называется разностью элементов. b и а обозначается... Также у нас b минус а можно с тобой это сделать. Далее. Например, у нас есть числовое множество. Какое-нибудь там множество целых чисел, рациональных и вещественных. Например, они у нас являются какими группами? Целые числа, рациональные и вещественные. Тоже получается абелевым, потому что там тоже можно вот эти свойства. Аксиомы тоже, они, получается, действительно будут там. Относительно чего? Относительно операции, относительно операции сложения. Правильно. Правильно, правильно, правильно. Супер. Далее. Итак, здесь мы идем, здесь еще слайд. Итак, давайте проверим уже мультипликативную группу. Абелев группу. То есть у нас есть множество а с операцией умножения. Я подающее свойство. Теперь мы можем говорить про мультипликативную абелев группу. Я поняла. То есть то было аддитивное. Ага, это мультипликативное. Сейчас записываем. Мультипликативная абелева группа называется множество а с операцией умножения. А как по-английски абелевая группа? Сейчас. Group, абелевая, ну слушай, я сейчас, честно, не помню. Это, наверное, будет. Что-то такое будет. Да. Так. Мультипликативная абелевая группа называют множество а с операцией умножения, и обладающаяся еще и вещества. какими свойствами таким уже получается ассоциативность коммуникативность ассоциативность нейтральный и наличие противоположного в день и элемента как то есть минус 1 степень там будет и они равны нулю ограничения то это тоже прямо будет итак нам самое важное понять что у нас есть единица в качестве нейтрального элемента далее 4 свойственность будет обратный для любого обратный элемент и они это не помогает решать задачки направление смотри далее далее у нас аксиома средств аксиома белегруппы получены допустим можно с тобой сказать что у нас единица и у нас единственное до обратный элемент у нас единственный или любого а вы уравнение x а равно бы имеет низ на решение равны b а минус первой степени далее и так с тобой можем это с тобой успеем записать это часто уже успеем кольца поля хочу еще успешно про кольца и поля поговорить на уже не успеем так ладно итак у нас есть несколько не свойства следующий то есть давай мы увидим следующих все мы из-за перегруппы если дали у нас обратный элемент единственный следующий момент так записывал местность на обратный элемент у нас единственный или любых а бы она существует следующая и третье свойство нас третье то что мы можем ввести для любых а бы у нас уровень x а по иметь есть решение равное b минус b а минус первой степени так это следствие да следствие из аксиому что вводим следствие за аксиом следствие все так все на сегодня все отлично позанимались